Приветствую вас. Собственно говоря, здесь какой момент. У вас есть повышенная тревожность либо по потере ребенка, то есть страх потерять ребенка, страх потерять дочь, либо страх смерти своей и, соответственно, смерти дочери. И именно со страхом потерять дочь и со страхом смерти здесь нужно работать, чтобы вы перестали бояться и, соответственно, исчезла такая тенденция к тому, чтобы тяготить к дочери. Потому что это образует зависимость ее от вас и, соответственно, ничего хорошего из этого не происходит. С другой стороны, нужно брать ситуацию как-то, ну, более глобально, да, смотреть на ситуацию и смотреть на то, что, в принципе, например, вы производите впечатление на человека, который вообще пытается твориться в семье, да, который не очень-то, вообще-то говоря, живет своей жизнью, да, вот. И если это правда, то нет ничего удивительного, условно говоря, в том, что вы так переживаете за дочь, вот. Потому что, ну, а если, если, грубо говоря, если вы за нее, грубо говоря, не будете переживать, да, то как вам жить, ради чего вам жить тогда, что вам делать тогда? То есть, как бы, здесь, на мой взгляд, все, в принципе, более чем очевидно. Вот. И, как бы, проблематика здесь, она, как мне кажется, заключается именно в том, что вы ничем другим, кроме, кроме как, вот, дочерью, да, и вообще своей семьей, детьми, может быть, не живете. То есть, у вас нет каких-либо других интересов своих, собственно, и как, вот, как в таком случае можно не переживать за свою дочь, да, ну, для меня немного загадка, мягко говоря, немножко загадка. Потому что, ну, давайте все-таки как-то вот, ну, как-то все-таки реалистично смотреть на вещи, да, если у вас есть какие-то трудности с, ну, с, как бы, собственным целеполаганием, да, например, например, то откуда взяться ваше беспокойство? То есть, что здесь, что вот вы говорите, да, посоветуйтесь. Посоветовать вам что? То есть, вот, от чего вы хотите в этой ситуации? То есть, понимаете, как бы, я не думаю, что вам нужен именно совет, честно говоря. Я думаю, что вам нужно разобраться в том, что вы хотите сами. Вот. И уже в зависимости от того, чего вы хотите, да, уже как-то здесь вот. Вот. Потому что одно дело, если вы хотите в себе разобраться, это одно дело. Совсем другое дело, если вы, там, условно говоря, не знаю, в себе разобраться не хотите. То есть, ну, если вы просто вот не хотите в себе разобраться, а хотите, там, как, ну, чего-то другого хотите. Ну, условно говоря. Вот. То есть, это, такой важный момент. Как мне кажется. Вот. И вам нужно на это обратить свое внимание. Вот. Естественно, естественно, дочери передались вашим страхи, естественно. Вот. Это естественно, что дочь ваша боится того, что в принципе и вы, да. То есть, если вы ее гиперопекали, то она, естественно, будет тревожной, вот, мнительной, переживающей за себя. Потому что ей, ну, внушали опасность, да. Ей внушали, что опасности быть не должно. Ей внушали, что опасность – это плохо. Вот. И что, ну, что, грубо говоря, что нужно стараться избегать опасностей. Вот. И так далее. То есть, это вот, по сути, ну, наверное, то, что вы ей, ну, внушали. Вот. Я не говорю, что вы плохая, да. То есть, как бы, я не пытаюсь вас обвинять. Я просто хочу сказать, что проблема не у дочери, а у вас. И если вы хотите что-то менять, то начинать нужно с себя. Вот. Начинать нужно с того, с, ну, собственных перемен, вот. А не с, там, допустим, с попытки, там, ну, грубо говоря, меняться. Меняться дочь, например, например. И так далее. Или что-то требовать от нее. Потому что ей нужен пример. Вот. А примера у нее нет перед глазами. Вот. Ну, я имею в виду пример того, как вот вообще можно вести себя, условно говоря, по-другому, по-другому. Вот. И если примера перед глазами нет, то если мама там постоянно тревожится, условно говоря. Вот. То что можно ждать, вот, допустим, ребенка, да. То есть, как бы, ну, очевидно, что ребенок будет вести себя похожим образом, потому что будет, наверное, чувствовать, что есть, вот, какая-то опасность, да. И здесь какая-то, вот, там, проблема, да, и, соответственно, она будет, как бы, просто копировать вашу модель поведения. Вот. Вот. А также важно понимать то, что есть ведь интерес к жизни. В принципе, условно, если у вас интереса к жизни, в принципе, мало, то есть, вам важны дети, вам важна семья, и вы много, достаточно внимания, сил тратите, вот, на то, что, чтобы вот это, как-то удерживаться, да, вот, то и у, соответственно, ребенка будет, ну, в какой-то степени такая же модель, такая же модель поведения. То есть, что сама по себе жизнь, ну, не так интересна, как, ну, как, например, там, не знаю, беспокойство за свое здоровье и, ну, и так далее, вот. То есть, вот, ну, просто, чтобы вы понимали, да, вот, что, ну, что может быть, что есть такая вот ситуация. И вам, на мой взгляд, надо бы показать ребенку, да, что жизнь, она может быть интересна, что в жизни есть что-то интересное, помимо, там, своего здоровья, да, помимо, там, близких людей, да, хотя, близкие люди, безусловно, важны и значимы. Но это не единственное в жизни, что важны и значимы, вот. А вы пока что транслируете ребенку, как я понял, только это, ну, и, соответственно, чему удивляться, чему удивляться, что ребенок такой вот не самостоятельный получается. То есть, в какой-то степени все зависит от вас, я считал, что, я считал, что ребенок это ваше отражение, и я считал, что, как бы, вести ее, допустим, ну, я имею в виду, вести ее как психологу, да, допустим, не имеет никакого смысла, вот, сейчас. Потому что, потому что, ну, она, может быть, придет к психологу, да, и поработает с ним, а, ну, а что дальше, ну, что-то-то, как бы, вы же, все равно, ну, как бы, будете ее, ну, будете влиять, условно говоря, на нее. Вот, как бы, и смысл есть именно сейчас, когда психолог будет, вот, нужно, чтобы среда была хорошая, чтобы среда была, так сказать, благоприятная для изменений, вот. Вот, я бы не сказал, что, что среда хорошая, вот, ну, сейчас, на данный момент, я бы не так, я бы так не сказал. Вот, я бы сказал, что среда, как раз, сейчас, не совсем, ну, благоприятна. Вот, потому что, ну, ребенку демонстрирует, демонстрирует то, что он сам по себе и здоровье его, это, это высшая ценность, вот. Ну, это не совсем так, то есть, как бы, да, понятно, что ребенок, ну, сам по себе человек важен, но такой, любой человек, любой человек важен, но важен, вот. Но, как бы, здесь у вас, вот, такой момент, что, это высшая ценность, и, на мой взгляд, это проблема, конечно, вот. Так что, совет, 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 какой-то, определенный, да, я не могу, могу сказать, только то, что, вот, а, как бы, ваша приводность, то, что, вот, ну, есть, такой, вот, у вас, а, нюанс, что, семейные ценности вы ставите, а, а, слишком, на, большой пидестал, вот, обесценивая все, все, кроме этого, вот. И вы, как бы, ну, живете в некоторой иллюзии того, допустим, что никто из близких, например, не может, не может умереть, вот. Ну, то есть, как бы, это, что-то неприятное слово, это ужасно, это трагично, вот, когда кто-то из, условно говоря, родных, да, полет или умирает, вот. Ну, это реальность, и смерть, это, как бы, ну, естественно, вот, а вы это отрицаете. И, условно говоря, боясь смерти, отрицая смерть, вы отрицаете жизнь, вот, к сожалению. И, получается, как бы, из-за этого, что живете вы, вот, в иллюзиях, ну, в иллюзиях живете вы, вот. И ваш ребенок живет в иллюзиях тоже, к сожалению, ну, большому, к сожалению. Вот, то, что я мог бы, наверное, вам сказать, ну, пока что, вот, с точки зрения, с точки зрения психологии, да, и психотерапии. Вот, все на этом, в принципе, я думаю, что мой ответ нужно заканчивать. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. Я надеюсь, что мой ответ будет вам интересен, будет вам полезен. Вот, я надеюсь, надеюсь, очень, ну, я очень надеюсь на, на, как, ну, на какую-то, на какую-то обратную связь. Вот, с вашей стороны, да, вот, ну, чтобы мы, чтобы вы, точнее, как-то, вот, поработали, да, подумали. Ну, подумали, поработали над тем, как это у вас, вот, происходит, да, сейчас, например, например. И, соответственно, уже. В дальнейшем, уже, в дальнейшем, такая, э, ситуация, ситуация была, вам более ясна. более понятна, более прозрачна для вас, скажем так. Вот, вот так, в принципе, я могу вам ответить. Удачи вам, самого доброго, будем на свете.